В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Один человек пострадал в результате пожара в частном секторе. Накануне в районе улицы Юбилейная загорелся гаражный бокс. В нашем эфире кадры с места происшествия. В селах Нинецкого округа проверят качество каменного угля. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный в ходе оперативного совещания. Добро пожаловать на представление. Артисты Народного театра «Иллипс» презентовали новую пьесу. Премьеру приурочили ко Всемирному дню театра. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Один человек пострадал при пожаре в частном секторе по улице Юбилейной. Все случилось вечером в воскресенье. Сигнал о возгорании поступил в 17.38. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты пожарно-спасательной части Наринмара, Арктического комплексного аварийно-спасательного центра. По приезде было обнаружено открытое горение кровли гаража. Были на указанный пожар вызваны силы резервного караула. Всего в тушении принимало участие три автоцистерны с установкой на искусственный пожарный водоем. И также личный состав первой пожарно-спасательной части. Локализовать пожар удалось примерно через час. В ходе пожара незначительные травмы получил один из граждан. В общем, в достаточно сильной степени пострадали помещения гаражных боксов и пристроенный офис. Сейчас дознаватели выясняют причины, приведшие к пожару. Начата проверка. За прошедшие выходные еще два жителя Заполярья заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа. Пять человек, переболевших COVID-19, выздоровели. Таким образом, на лечении под наблюдением с диагнозом коронавирусной инфекцией находится 15 пациентов. Из них в стационаре получает лечение 7 человек. На амбулаторном лечении находится 8. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1087 случаев заболевания. Напомним, в Ненинской окружной больнице изменился график приема звонков на телефон горячей линии по COVID-19. В будние дни с 8 до 16 часов работает горячая линия Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Телефон 8 818 53 2 3168. С 16 до 19 часов в будние дни горячая линия справочной взрослой поликлиники. Телефон 8 818 53 4 28 69. Также позвонить на горячую линию можно по короткому номеру 122. Юрий Бездудный поручил проверить качество угля в населенных пунктах Заполярья. Речь об этом шла в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Так губернатор обратил внимание главы администрации Заполярного района Надежду Михайловой на большое количество жалоб от сельчан. На прошлой неделе было очень много жалоб в социальных сетях от жителей населенных пунктов по качеству каменного угля. Скажите пожалуйста, разобрались в чем причина, действительно ли объективны эти жалобы? Юрий Васильевич, спасибо. Добрый день, коллеги. Мы видели, что действительно очень много инцидентов проходило именно по качеству угля. Та экспертиза, у нас экспертиза уже была проведена. Экспертиза, как бы, говорит, что уголь хороший. Но, несмотря на это, мы решили, что мы создадим рабочую группу, в которую будут входить представители департамента внутренней политики, департамента строительства, представители поставщика и представители заказчика Север-Кусириса и Нинск-Компании. После того проведем премьер-решение, проведем дополнительную экспертизу и уже через средства массовой информации доведем до жителей результаты этой экспертизы. Андрей Александрович, прошу отметить в протоколе сегодняшнего оперативного совещания поручение создать комиссию и объективно разобраться и оценить качество угля. Как отметил Юрий Бездудный, большая часть обращений сегодня поступает именно в социальные сети. Мониторингом таких жалоб занимается Центр управления регионом. В ходе еженедельного оперативного совещания был представлен доклад о деятельности организации за первый квартал 2021 года. Так, за три месяца было зарегистрировано 1252 обращения в сферах здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, дорожной сферы. Среднее время ответа у нас 23 часа. Конечно, хотелось бы лучше, но здесь совместно с коллегами мы темпы наращиваем. И хочется отметить, что в среднем по стране у нас оценка удовлетворенности ответами жителями составляется достаточно высокая. Среди лидеров хотелось бы отметить департамент здравоохранения и труда социальной защиты населения, департамент образования, культуры и спорта и департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорт. Лобашчане добились своего. В деревне заменят резервуар на новой станции водоснабжения. Об этом информирует пресс-служба Заполярного района. Напомню, в январе 2021 года к нам в редакцию обратились жители Лобашского и сообщили о том, что в их дома поступала вода с запахом керосина. Инженеры производственно-технического отдела сервис ЖКХ вместе со специалистами районной администрации несколько раз выезжали в населенный пункт для отбора проб, а также для промывки емкости. По результатам последней поездки 22 марта было принято решение о замене резервуара. Как пояснили в Заполярном районе, после того, как будет известна цена цистерны, она рассчитывается специалистами сервис-жилком сервиса, на основе коммерческих предложений, вопрос о внесении изменений в бюджет Заполярного района будет рассмотрен депутатами совета на очередной сессии. Зимник Наринмар-Усинск открыт только для легкового транспорта. Для грузовиков проезд запрещен из-за плюсовых температур. Что касается автозимника Наринмар-Тельвиска, по-прежнему открыт для всех транспортных средств. Грузоподъемность переправы до 30 тонн. Уточнить информацию по зимникам на Усинске Тельвиску можно по телефону диспетчерской службы Централизованного стройзаказчика 23076. Напомню, обслуживанием зимника Наринмар-Усинск в нынешнем сезоне занимается Трансстрой. Дорогу до Тельвиски содержит компания Автомаркет. Первый юбилей отметили служащие войск Национальной гвардии. Торжественное мероприятие прошло в администрации Наринмара, где собрались военнослужащие и ветераны, представители депутатского корпуса, институтов гражданского общества, органов государственной власти и местного самоуправления. За пять лет группы задержания вневедомственной охраны пресекли более 4,5 тысяч административных правонарушений. На улицах и в общественных местах оказали содействие в выявлении и раскрытии 48 преступлений. Частная охранная деятельность, предоставление госуслуги, контроль за оборотом оружия также входят в компетенции управления Росгвардии. Более 3,5 тысяч граждан получили лицензии и разрешения на право владения более чем 7 тысячами единиц гражданского оружия. За прошедший период изъято за различные нарушения и добровольно сдано полторы тысячи единиц оружия. К административной ответственности привлечены более тысячи нарушителей правил оборота оружия. Вы обеспечиваете правопорядок на улицах охраны государственных объектов. Но самым главным в деятельности всех подразделений ведомства остается забота о безопасности наших граждан. Поздравляю весь личный состав ветеранов Федеральной службы войск Национальной гвардии с праздником. Благодарю вас за добросовестную службу и преданность своему делу. Безупречное решение сложных задач, стоящих перед вами. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия и успехов в службе на благо региона и нашей страны. Желаю, чтобы опыт, профессионализм и высокое чувство ответственности сотрудникам Росгвардии впредь оставались примером для подрастающего поколения. Желаю вам здоровья и благополучия, берегите в себе человека и верьте в добро. После поздравления с профессиональным праздником состоялась церемония награждения личного состава войск Национальной гвардии. Военнослужащих, сотрудников и ветеранов поощрили за достигнутые результаты, добросовестную службу и разумную инициативу. В торжественной обстановке начальник управления Росгвардии по Ненецкому округу вручил погоны подчиненным, которые присвоены очередные воинские и специальные звания. В Ненецком округе стартовала подготовка к 9 мая. Так, в региональных офисах МФЦ начался прием фотографий участников Великой Отечественной войны для оцифровки и ламинирования. На сайте МФЦ сообщается о том, что принести фотографии можно в любой многофункциональный центр Ненецкого округа. Там же нужно будет заполнить анкету, указав данные изображенного человека. Принимаются фотографии, на которых изображен один участник войны. Групповые снимки не принимаются. Главная цель акции – помочь населению по оцифровке и увековечению архивных фотографий для использования в акции бессмертного полка. А также в помощи учреждениям культуры, в сборе исторических материалов военных лет и формированию электронных архивов. Получить исходные и заламинированные фотографии можно будет в том офисе мои документы, в который они были переданы. 29 марта по всей стране прошли уроки трудовой доблести. Проект проводится Общероссийским народным фронтом при поддержке Министерства просвещения России. Акция прошла в более чем 2000 средних специальных учебных заведений. Ненецкий округ не остался в стороне. Так в Наринмарском социально-гуманитарном колледже студенты смогли познакомиться с биографией выдающихся жителей Заполярья. В связи с диспетчером Владимира Африкановича Воробьева, Виктора Чупрова, которые стояли у истоков СМО. А также Валерия Александрова, который проработал несколько десятков лет в правоохранительных органах. Самая главная цель это не только рассказать о героях труда, но и способствовать формированию патриотизма и решать задачи трудового воспитания, решать задачи патриотического воспитания нравственного. Самое интересное, что там мероприятия не только такие, как рассказ или беседа, а это более современные мероприятия, такие как челленджи, тик-ток, всякие спортивные фестивали и так далее. В этих мероприятиях мы участвуем. Всероссийский урок трудовой доблести дали стар череде мероприятий, посвященным столетию и начало чествования в России званий и наград «Человек труда». Дивная мелодия ненецкой культуры. В Наринмаре прошел юбилейный конкурс «Савасё». Уже в десятый раз конкурсанты от мала до велика боролись за победу в нескольких номинациях в исполнении старинных и современных ненецких песен. Александра Литкова расскажет подробнее. Варвара и Василиса Косковы на сцене конкурса «Савасё» впервые. Исполнение песен на ненецком языке далось девочкам нелегко. Мне было несложно, потому что там куплеты повторяются. У меня было нелегко, но я все равно смогла, потому что это было и легко, и сложно. Василиса – солистка коллектива «Сказочка» детской школы искусств. В номинации «Вокальный ансамбль» ребята заняли первое место, исполнив песню о юной девушке. О том, как девушка ждет своего парня, просит танцевать, хочет танцевать и веселиться. Любовь Белугина – одна из солисток фольклорной группы «Нина Исём» и постоянная участница конкурса. В этом году женщина стала второй в номинации «Сольное выступление», исполнив старинную ненецкую песню «Быль о мальчике-сироте». Его воспитал оленевод Носи, зовут его так. Он просто не знал, что у него были родители. А этот оленевод был такой злой, они убили его отца, забрали его совершенно маленького, вырастили как патрака, как работника. И вот он сам от себя говорит, я такой маленький, я даже не мог дрова колоть, я даже топор-то не мог поднять. Надо было всю эту работу делать, потому что он ведь жил-то не в своей семье, жил у чужих людей. Конкурс проходил в онлайн-формате и собрал более 30 участников из Нарьенмара и четырех селокруга, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Конкурсантам предстояло записать номер не более чем на 4 минуты и отправить организаторам. Самыми юными участницами Савасё стали воспитанницы детского сада посёлка Красное под руководством преподавателя Александра Волчейской. Они взяли первое место в номинации «Коллективное исполнение современной ненецкой песни». Основной костяк исполнителей, конечно, участники те же. Он у нас обновляется молодёжью. Очень приятно, что молодёжи интересно принимать участие в конкурсе. Таким образом, они знакомятся и с культурой, изучают и язык. В этом году мы услышали интересные новые номера, которые в дальнейшем уже другие творческие коллективы могут использовать. Самое большое количество победителей было в номинации «Сольное исполнение современной ненецкой песни. Пять человек». Репертуар исполнителей с каждым годом расширяется. Переводятся стихи ненецких писателей, на которые участниками пишется музыка. Жюри оценивало по следующим критериям участников. Во-первых, это знание ненецкого языка, произношение, исполнительское мастерство, ну и, конечно, в целом сценический образ оценивался. Конкурс «Совосё» проводится в регионе на протяжении 20 лет, раз в два года. За сохранение старинной ненецкой песни специальным призом отмечен Василий Конюков из села Несь. А фольклорный коллектив «Ненесё» из поселка «Красное» под руководством Екатерины Тайбарей за творческий подход, сохранение и популяризацию ненецкой культуры. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 27 марта во всём мире отмечался День театров. Это профессиональный праздник актёров, режиссёров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и всех, кто связан с театральным творчеством. В Ненецком округе один из самых известных театров «Иллипс» не только радует зрителя постановками, но и выполняет важную миссию сохранения ненецкой культуры. Елизавета Кабанова продолжит. Злая Вайване, ослепившая кипятком своего мужа, спустя 17 лет возвращается к нему в чум и оставляет слепого старика и его дочь без тепла и еды. Так начинается пьеса «Камень жизни». На сцене – артисты Народного театра «Иллипс», которые перевоплотились в жителей тундры. Декорации и впрямь позволяют окунуться в самобытную культуру северного народа. «Что случилось-то?» «Ты вам можешь помочь». Вот на переднем плане появляется смелый и добрый молодой парень. Главный герой не только одерживает победу, но и получает в подарок от «Белой совы» книгу мудрости, которую хотели заполучить антагонисты пьесы. «Белую сову» сыграла Маргарита Мирова. Женщина признается, она рада вернуться на сцену и скучала по ней еще со студенческих времен. «Для меня это одушина, наверное, потому что мы работаем, да, каждый из нас вот приходит, где-то ведь работаем мы, и поэтому для меня одушина – отдых, отвлечение от повседневных дел, наверное. Ну, очень нравится ходить в театр, исполнять какие-то роли». Режиссурой пьесы занимался Сергей Никулин. Перед ним стояла задача поставить пьесу из репертуара Народного Наринмарского театра, в честь которого была проведена театральная суббота. Выбор пал на произведение Александра Клейна «Камень жизни», которую Сергей Никулин ставил в 1980 году на сцене Дома культуры. В этот раз пьеса немного видоизменилась, и вместо обычного дома действия разворачивались в чуме. Традиции Коми сменились ненецким колоритом. В 1997 году, после года создания театра, Прокопий Андреевич пригласил меня в качестве режиссера. Ну, в ряду причин приходилось уходить из театра, но и вот сейчас вот пригласили, я до конца сезона согласился, вот, а вот уже третий год работаем, продолжаем работать. Очень интересно, и ходят сюда действительно люди разных специальностей, но все по национальности немцы, и таким образом они горды тем, что они продвигают национальное искусство. Конец 2020 года стал для театра незабываемым. В декабре Ненецкий театр «Иллипс» получил статус народного. Как признается Сергей Никулин, столь почетное звание сложно получить, но потерять его не составит труда. У «Иллипс» за плечами множество постановок, гастролей, а также наград. Не раз был признан лауреатом не только в округе, но и за его пределами. Что в переводе значит «Приходите в театр, посмотреть, как мы ставим спектакли». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.